Всем привет! Вы смотрите Android-обзор на канале Vivita Games. Ну что ж, поехали! Первая игра это The Where's My Water, или же по-русски Крокодильчик Свомпи. Крокодильчик Свомпи это крайне забавная история про милого крокодильчика Свомпи, который пытается найти воду, чтобы принять душ и очиститься от канализационной грязи. Для того, чтобы провести для ванны воду, крокодильчику придется своими руками прорывать землю и решать головоломки с трубами. Игра построена на основе физических свойств воды. Вода всегда будет течь вниз, если доступны щели. С помощью рытья земли нам необходимо направить воду в принимающую трубу, из которой она попадет к крокодильчику Свомпи. Стоит также заметить, что несколько известных интернет-изданий признали Where's My Water игрой года. Основные особенности Where's My Water. Первая игра доросла до 400 уровней и с каждым обновлением появляются все новые и новые испытания. Второе. Красочная графика и харизматичный главный персонаж. Третье. Реалистичная физика. Четвертое. Большое разнообразие головоломок. И пятое. Бонусное задание и сбор резиновых уточек. Несмотря на то, что все действия фактически сводятся к правильному переливанию воды, игра не выглядит разнообразной и уж тем более легкой. С каждым новым уровнем в игре появляются дополнительные объекты, вроде бомбочек, которые могут взрывать все вокруг при контакте с водой. Разработчикам из Disney удалось не только растянуть удовольствие на такое большое количество уровней, но они также создали продолжение, которое получило название Где же Перри? В игре очень интересно искать различные бонусы, которые могут быть закрыты в самых неожиданных местах. Чтобы пройти уровень максимально хорошо, необходимо пропустить воду через всех трех утят, и в большинстве случаев это сделать не так-то просто. Графика в игре приятно радует глаз, как и полный русский перевод, о котором позаботились в Disney. Очень сложно найти недостатки у игры, которых попросту нет. Установив игру и попробовав первые несколько уровней, сразу становится понятно, что разработчики подошли к ней со всей душой, как в свое время Ровио подошла к Angry Birds. Итак, хотелось бы сделать итог. Where is my water? Это гениальная игра про самого забавного в мире крокодичка Swampy, которая понравится как взрослым, так и детям. Безусловно, это одна из самых ярких игр для Android, которые есть на сегодняшний день. Поиграть в нее можно бесплатно, скачав в Lite-версию с ограниченным количеством уровней около 30 уровней, чего вполне хватит на пару часов игры. Или же купить полную версию игры за минимальную стоимость в 30 рублей. Вторая игра это iGladiator. Это красочная и очень кровавая игра в жанре экшен для Android, в которой мы будем играть за гладиатора и сражаться на арене. В отличие от многочисленных похожих игр, здесь мы обладаем полной властью над нашим бойцом. Мы можем свободно передвигаться по арене, смотреть как дерутся другие и также вступать в бой. Полная свобода действия, главное выжить. Игра обладает очень качественной 3D графикой, выполненной в рисованной стилизации. Особенно нас порадовала прорисовка персонажей. Есть возможность разглядеть все детали экипировки, шлема и оружия. Что касательно геймплея. Сюжет игры поделен на множество уровней, каждый из которых проходит в захватывающей схватке на арене с определенным набором противников и главарей. В любой схватке на арене может участвовать одновременно сразу много воинов, управляемых искусственным интеллектом. Каждый боец в игре индивидуален и не только обладает уникальными характеристиками, но и владеет определенным видом оружия. По ходу игры мы будем улучшать своего бойца, повышать его показатели, а также подбирать для него новую броню и оружие. В игре присутствует более 70 разновидностей оружия, от простых мечей до экзотических алибард. Каждое оружие обладает уникальным набором ударов. Боевая система в игре работает с помощью жестов. Каждый жест отвечает за ту или иную атаку. А нажимая на кнопки мы можем уворачиваться или блокировать удары. Выглядят бои очень красиво. Камера постоянно перемещается, удары повторяются не так часто. Особенности iGladiator. Первое. Это качественная 3D графика в рисованном стиле. Второе. Полная свобода передвижения. Третье. Захватывающие бои. Четвертое. Управление с помощью жестов. Пятое. Интересные сюжетные миссии. Шестое. Большой выбор оружия. И седьмое. Улучшение параметров гладиатора. А теперь итог. iGladiator. Это очень качественный экшен для андроид. Который по своему уровню сопоставим с текущим шедевром как Infinite Blade на iOS. Купить игру можно всего за 5 баксов. Многим может показаться, что это много. Не более, что есть бесплатные аналоги. Такие как например Blood and Glory. Но перед вами не Free to Play. А полноценная игра с сюжетом и качественными уникальными уровнями. Не говоря уже о более развитой механике. Вы смотрели андроид обзор на канале Vavita Games. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Ждите новых обзоров. Всем пока.